Какое оно? Меню идеального школьного обеда. Пюре с котлетой или рыба с тушеной капустой. Центр управления регионом при поддержке Министерства образования области провели соцопрос, в котором поучаствовал около 30 тысяч северян. Подробности в сюжете. Вкусно ли накормят в школе, об этом думают и дети, и их родители. Выяснить, каким должно быть меню, помог соцопрос Центра управления регионом. В нем поучаствовали около 20 тысяч родителей и 10 тысяч учеников. Общий вывод, который мы можем сделать, что 88% школьников питаются в школьных столовых и буфетах. То есть это достаточно хороший показатель. 65% опрошенных школьников выразили удовлетворенность временем, которое отведено для питания, то есть завтрак либо обед. И все-таки, какое же оно это идеальное меню? Конечно, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. У каждого ребенка свои предпочтения и вкусы, но тем не менее, в чем-то они схожи. Как ни странно, самый любимый суп у ребят оказался борщ. Рейтинг вторых блюд возглавляет пюре с котлеты, макароны с сосисками и салаты свежих овощей. Также дети любят творожную запеканку и йогурт. Нелюбимыми оказалась тушеная капуста, рыбные блюда, такие как уха, жареная рыба. Также дети не любят печень, рис и колбасу. Мы тоже спросили у детей о их любимых блюдах в школьных столовых и довольны ли они своими завтраками и обедами. Мне еда, в принципе, нравится вся. Что-то есть, то, что не нравится вообще? Ну, если там будет какая-то рыба, то нет. А так все нравится. В нашей школе есть сэндвичи и хот-доги, и это нам нравится. Еда мне вся нравится, очень вкусно делают. Я люблю очень чай попить с булочкой какой-нибудь. Можно по талону, а можно самому купить. Напомним, с 1 сентября прошлого года во всех школах региона организовано бесплатное горячее питание для учеников первых-четвертых классов. Это 53 тысячи детей. Из областного бюджета на это выделили 80 миллионов рублей, плюс 200 миллионов из федерального. Александр Богданович, Ольга Красулина, Регион 29. Продолжение следует...